всем добрый день с вами снова психолог гипнотерапевт специалист по психосоматике коробкова наталья сегодняшняя тема как быть уверенным в себе и как эту уверенность сохранять и нести по жизни ну смотрите первое оценивать себя самим да то есть сравнивать себя с собой вчерашним позавчерашним годичной давности то есть самому выявлять и может быть даже записывать свои достижения свое развитие и сравнивать себя нет другими а самим собой если и сравнивать с другими то только в таком конструктивном ключе то есть ну типа к чему его я еще хотела стремиться как что такого вот положительного я могу взять и вот вот из этой персоны да вот из вот этого человека что такое мне в ней либо в нем нравится чтобы мне хотелось развить у себя да то есть вот с таким вот конструктивным и позитивным подходом а так например как только вы ловите себя на мысли что вы начинаете себя сравнивать с другими ну и тем более если не в свою пользу сразу переключаем внимание на то хорошо а каким я был неделю назад или было год назад и какая сейчас какие у меня есть достижения что у меня хорошего нового и что вам не там у поменялось в лучшую сторону и все мелочи и нюансы проговариваем записываем выявляем потому что есть привычка у людей концентрироваться на минусах на негативе а положительное как бы но это и само собой так и да как разумеющийся так и должно было быть а вот минусы да . кто нас приучает так концентрироваться на минусах ну все что угодно родители в детстве которые за что-то ругают там школ школе педагоги там детском саду еще где-то приучают нас потому что очень много людей которые не умеют говорить комплименты которые не умеют радоваться за других людей которые не умеют хвалить других людей до замечать достоинства других людей даже если они замечают они кто-то стесняется говорить у кого-то зависть начинается и поэтому он тем более не хочет говорить кто-то предпочитает делать вид что он вообще этого ничего не замечает и так далее в общем у каждого свое понимаете а вот сказать бяку это всегда вот таких людей гораздо больше чем тех которые умеют другого человека поддержать и порадуется другого человека поэтому таким образом мы растем 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 и привыкаем концентрироваться на негативе вот а наша задача переключить внимание на позитив например там сегодня там не знаю утром я прослушала там очень интересное видео или какую-то лекцию или узнала какую-то интересная новость сделал какие-то выводы все я уже стала умнее чем было утром или я теперь знаю то что я не знала еще буквально утром или я вот посмотрел вот это видео там такая интересная информация вот никогда так не думала сейчас теперь я буду значит и это иметь ввиду понимаете то есть вот вот до таких мелочей или например но это если такие девчачьи дела брать там там вот я научилась что-то готовить какое-то новое блюдо и все я прям себя захваливаю ну вот например я неделю назад значит научилась делать яйцо пашот да вот случайно где-то увидела кто-то запустил в инстаграме видео что он сидит в каком-то кафе и ему на таком хлебе поджаренном да там кладут вы по моему или семгу яйцо пашот и какая-то зелень ночью все красиво подано вот и вот прямо схваляются этим блюдом и написано что как тяжело делать это яйцо пашот я недолго думаю открываю видео как как она готовится и все я уже три раза делал это яйцо и себе и мужу и как только я его не сервировала и на черном поджаренном хлебе и на белом и с рукколой и семгой потом вместо семги значит я клала ложечку красной икры и там с авокадо без авокадо до с творожным сыром без творожного сыра то есть я искала и смотрела как мне больше нравится какое сочетание вкусов вот слушайте это такое удовольствие у меня первых практически сразу получилось это яйцо хотя значит это подавалось так что это вообще только там профессиональный повар может сделать на самом деле нет и все и я себя хвалю захваливаю фотографирую значит это свое утреннее блюдо поднимаю сама себе настроение значит утром что вот какая молодец я правда никуда эти фотографии не выставляю но сама на них смотрю радуюсь и я ощущаю себя профессионалом в области кулинарии вот такие дела то есть любую повторюсь любая мелочь или там не знаю прошла какое-то дополнительное обучение все то есть я понимаете вот вот моя самооценка поднимается здесь вот самый главный момент чтобы ваша самооценка не была неадекватной то есть не было такого что вот главное чтобы не было такого что вы себя на самом деле вы вообще не развиваетесь на самом деле вы действительно от всех очень сильно там отстаете по всем позициям но вы себя значит нахваливаете нахваливаете но ничего не делаете то есть вы не меняетесь вы не развиваетесь вы реально стоите на месте и так но нахваливаете себя то это конечно будет неадекватная самооценка и да может быть вам с этим будет хорошо и прикольно но в глазах окружающих и социуму вы все равно вряд ли как-то реализуетесь хорошо вот то есть вот вот главное не завалиться вот в это то же самое кстати касается запомнили да про оцениваем себя самими собой вчерашними позавчерашними вот дальше значит реакция на критику вот это тоже очень важный момент потому что вообще наша уверенность себе наша самооценка конечно во многом зависит от того как на нас реагирует окружающие да что про нас говорят папа с мамой родственники опять-таки совершенно неизвестные люди что нам где кто написал в соцсетях там не в соцсетях или если вы ведете свой youtube канал кто вам что в комментариях написал да то есть вот от мнения других у людей очень часто складывается и мнение о себе поэтому реакция на критику реакция на мнение других людей какая должна быть смотрите она тоже должна быть адекватной ну во первых нужно понимать что люди все разные и нравится всем невозможно вот например вы совершите какой-то не знаю поступок и перед вами будет стоять тысячи человек и у всех у них спросят мнение о том что вот вы думаете как вы относитесь к этому человеку в связи с этим поступком и поверьте мне все будут говорить совершенно разные у каждого будет своя точка зрения тогда вопрос чье мнение слушать чье мнение правильно из этих тысячи людей понимаете поэтому напрягаться и пытаться соответствовать всем быть хорошим или хорошей для всех невозможно вот самое главное чтобы вы были в в контакте с самим собой вы сами себе нравились конечно если ну вот например если вы публичная личность да и комментарии или мнение о вас 90 процентов плохое и только 10 там хорошие здесь есть повод задуматься что может быть действительно со мной что-то не так ну вот ну столько же людей не могут быть неправы да и возможно я себя неадекватно оцениваю либо я специально что-то делаю чтобы вот вызывать негативную реакцию то ли специально то ли осознанно то ли неосознанно но в общем в этом процессе можно покопаться а вот если у вас 90 процентов до положительных эмоций вы вызываете у других людей только 10 плохих это я примерно утрированно говорю эти процентные соотношения то тогда поверьте мне с вами все абсолютно в порядке соответственно как реагировать на критику критика же бывает конструктивная добывая деструктивная много людей с нарциссическим расстройством личности психопатии много просто завистливых людей не уверенных себе которые самоутверждаются за счет того что принизили другого всяких хейтеров и тогда людей которых агрессия изнутри распирает и значит не могут они от нее избавиться и вот они ее вот так вот распыляют под подругим людям хотя им по-хорошему надо разбираться самим собой это агрессия у них либо на кого-то язык близких либо на самих себя но вот как-то они с этим не разобрались и они ее вот так вот в воздух пускают на других людей вот поэтому значит конструктивная критика но если вы чувствуете что есть рациональное зерно в том что говорит вам человек то не надо сопротивляться этому да и говорить ой зачем это там меня сейчас учишь да кто ты такой все так почему нет почему не сказать а ну да интересно в принципе в том что ты говоришь что то есть я подумаю об этом да прекрасно и делайте паузу даете время себя над этим подумать не тратите время на сопротивление на доказание другого ну что это не так вы сразу завалитесь не в ту сторону вот очень часто можно даже поблагодарить человеку спасибо ты сделал такое важное какое дополнение там в эту тему либо еще что-то вот там или у здорово я я этого не знала ты мне сейчас там рассказать интересную вещь правда бывают люди которые на этом тут же начинает так сказать играть да ты этого не знала слушай как ты мог как ты вообще жила как ты этого не знал эти столько лет ну есть такие любители вот так вот общаться и здесь мы переходим к третьему пункту который называется легкая самоирония всегда нам на пользу да то есть относиться надо к себе надо понимать что идеальных людей нет и в нас есть тоже много всего вот и мы можем что-то знать что-то не знать в чем-то разбираться в чем-то вообще не разбираться поэтому спокойно говорим да то не знал представляешь вот блин ты такой умный ты меч или умная сейчас мне это рассказала я не знал вот это один вариант второй вариант а там если уж человек совсем там начинает ну ты вообще даешь ваще я не знаю как ты вообще психологом работаешь с такой не знаешь ну это я щас утриру у меня такого не было ну к примеру что я знаешь такое может быть вот ту горите ну грешно батюшка грешно да там что это какой-то анекдот такой был и или еще но не смогла я не смогла вот у меня нет памяти на анекдот мете я бы с удовольствием развлекал вас еще иногда анекдот а минут у меня прямо вот вообще нет памяти на анекдотах выходит записывая их и выучивай наизусть вот то есть совершенно спокойно да я могу чего-то не знать да и возможно я не знала чего-то важного и нужного ну теперь то я знаю мы все и супер на этом на этом сконцентрировались все остальное вообще не важно все остальное мимо ушей так что еще и значит не сказал значит оцениваем себя сами реакция на критику понятно спокойная конструктивная легкая самоирония то есть дальше что нет ну если конечно вас прям совсем там знаете сейчас хочу сказать игра он грамотно с грязью в грязь втаптывают да то и как бы знаете так это делают нагло некрасиво и применяет какую-то нецензурную лексику еще что то нет но здесь надо четко на самом деле ставить границы либо так спокойно значит так со мной нельзя там просто уйти от этого человека если это происходит в переписке там забанили заблокировали разговор окончен да ну либо какая-то значит резкий словерный словесный отпор еще что то то есть здесь даже иногда ничего говорить не надо здесь очень важно внутреннее состояние состояние уважения к себе да то есть достаточно посмотреть на человека как на ну что он наверно чем-то болен вот и все и почти тема закрыта так дальше да мне еще такой пункт не оценивайте других людей строго потому что когда мы строго оцениваем других людей знаете так любим пройтись по кому-то там косточки промыть на самом деле мы потом в легкую заваливаемся в другую сторону когда мы начинаем также строго оценивать себя и да иногда нам это не на руку сейчас объясню это создает дополнительное напряжение это создает некую идеализацию либо себя либо других то есть вот эти на самом деле это маятник то есть мы можем качнуться в одну сторону мы можем качнуться другую то есть и если мы слишком строги к себе мы скорее всего строги к другим и если мы строги к другим мы строги к себе вот строгость к себе с одной стороны хороша но опять-таки должна быть конструктивная она помогает нам развиваться наверное чего-то добиваться и все такое но когда мы знаете такие прям прям строгие строгие очень строгие как не знаю учитель высшей математики или как-то шо как-то у нас то называется сложные эти предметы то ну вы так и будете жить понимаете вы так и будете жить вот в таком состоянии вот вы не сможете вообще если жизнь пройдет радости не было называется вообще вот кстати еще один пункт тут он мне сейчас придумался на ходу вообще надо к этой игре фу к этой игре видите уже оговорочка по фрейду к этой жизни относиться играючи вообще ко всем событиям я сейчас говорю что сразу не впадайте в крайности не говорю о том что если там война идет да и мы должны к этому играючи относиться нет я не про это я говорю про обычный будний день относитесь ко всему играючи с таким знаете творческим подходом с немножко 100 вот в детстве есть такое качество пока в нас социум это не убивает вот это вот умение радоваться жизни умение что-то придумывать умение быть искренним открытым и таким очень творческим вот почему потому что когда мы очень серьезно относимся к жизни к себе к людям эти прям так серьезно прям всех оцениваем всех ставим на место если что себя тоже ставим на место вот прям все идеале либо идеализируем либо нас черное либо у нас белое дали бы все говно либо наоборот какие все прекрасные вокруг то есть вот это вот все создает повторюсь дополнительное напряжение в человеке вот в этом состоянии очень сложно быть адекватным конструктивным гибким до в этом очень много категоричности и тогда ваша уверенность будет постоянно страдать потому что вы либо очень будете многого от себя ждать до либо очень много от других а так как мы все не идеальны и невозможно все время только одни удачи чтобы у нас были на всех дорогах только одна радость была счастье богатство и в общем да но так не бывает жизнь она разная и когда мы когда мы встречаемся с этими трудностями здесь очень важно быть вот в психике таким гибким и тогда вот эта уверенность и самооценка она не будет вот проваливаться до этих провалов не будет то есть когда другой человек нас предает либо как-то нас разочаровывает да это знаете вот как чтобы нечего чтобы не разочаровываться не очаровывайтесь то есть помните всегда что мы все люди мы все живые и у нас есть плюсы и минусы у нас есть сильные стороны есть слабые стороны и сегодня я сильный человек завтра какая-то ситуация может человека подкосить или вы еще что-то потому что понимаете когда мы кого-то идеализируем мы кем-то очаровываемся то потом вот это вот разочарование не заставит себя ждать и это разочарование может подействовать на уверенность себе потому что он так ко мне относится или о как же он со мной так поступил на со мной что-то не так ну и так далее да вот так дальше значит это я тоже сказала да ну естественно банальная вещь сосредоточение на позитиве но в принципе я с нее и начинала до когда говорил про оценивать себя самим но что еще имеется ввиду на сосредоточение на позитиве то есть в начале для того чтобы выработать привычку психики потому что потом это станет привычкой сначала нужно просто все записывать записывать любые свои достижения просто любые мелочи принятия достижениями могут быть мелочи что-то хорошее что с вами произошло не на что-то вам подарили или вам слово приятное сказали или кто-то вам улыбнулся все пишем как в достижении понимаете вот не знаю допустим депрессивные люди до пять минут в хорошем настроении пишем пять минут в день был в хорошем настроении то есть мы все равно фокусе фокус внимания туда опускаем значит благодарим себя вот кстати благодарить себя вот это есть еще до практика благодарить мир вселенную людей да тоже хорошо почему нет это кстати вот работает там как ну вот из разряда там какая молодец или благодарю себя там за то что я не хотела это сделать но я сделал то что это надо было и сейчас я собой довольна спасибо наташа ну пример ну разговор самим собой да также людей благодарим которые что-то хорошее для вас сделали знаете тогда интересно так вот эта благодарность когда вы про нее помните и иногда так да это достаточно один-два раза вот про себя проговорить она как-то закрепляет вот такой эффект что вам все больше и больше вот это хорошее в жизни приходит все больше и больше что-то для вас такое делают за что есть и кого поблагодарить этот привод ну как мысли материальные да мы притягиваем то о чем думаем вот хорошо это я сказала но и значит очень важный момент есть люди которые от которых невозможно дождаться адекватные похвалы поддержки еще чего-то да это люди с нарциссическим расстройством личности с психопатии может быть просто человек сильнейшей депрессии и ему нужна своя личная терапия и он уж точно никак не может вас поддержать либо человек с тревожным расстройством личности то есть он а вот он не может он может только свои тревоги на вас накидать своими страхами поделиться больше ему поделиться нечем напугать вас этими страхами и после общения с таким человеком вы вот такой тоже такой вот такой становитесь вы только что были спокойно тут уже непонятно откуда как эта куча тревоги и страхов вот не надо пытаться этих людей переделать из разряда догнать и причинить добро если эти люди сами не возьмутся за себя за свое психическое здоровье ничто и никто им не поможет наоборот и встретить только сопротивление здесь важный момент составить список так называемых токсичных людей для вас то есть те кто у вас после общения с кем вам становится плохо и минимизировать общение с этими людьми вот понять что это уже из года в год что это не единичный случай что вот с этим человеком вот всегда так минимизировать насколько возможно если кого можно вообще исключить из общения значит то есть нас делает и нашу жизнь наше окружение всем уже давно известно психологом до что 80 процентов того что с нами происходит влияет наше окружение то с кем мы общаемся с кем мы живем с кем мы работаем ставить всякие защиты защищаться держать границы понимаете на это тоже надо кучу энергии и вы все равно будете проваливаться вы какое-то время вы будете держать держать эту защиту сопротивляться защищаться стараться не реагировать пропускать мимо ушей потом все равно все равно свалитесь с каким-нибудь урз от того что вы просто уже понимаете устали от этого вот сама говорю из своего опыта жизненного ну просто знаю что какими бы вы не были проработанными какими вы бы не были психологически устойчивыми сколько бы вы не знали все равно вот такие люди токсичные вы все равно будете чувствовать это влияние и она будет на вас реально оказываться вот поэтому желательно как можно меньше таких контактов так что еще что еще да потому что эти люди очень сильно естественно влияет на вашу уверенность себе их задача вообще наоборот их задача самоутвердиться за ваш счет или когда вам чуть-чуть поплохеет им чуть-чуть полегчает понимаете они вот так выживают и и там другого сценария нет поэтому они будут продавливать и продавливать всю вашу защиту чтобы им-то надо выжить понимаете выживают они вот 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 таким вампирийским образом вот хорошо кажется и кажется я самое основное сказала значит да пишем свои достижения да у меня есть видео которое называется как поднять самооценку я там еще даю много упражнений которые дома можно делать самостоятельно зеркалом своим внутренним ребенком да и самая важная вещь о как хорошо я и в конце вспомнила и как раз ей это видео и закончу опять-таки да про окружение то есть токсичных людей из окружения убираем насколько это возможно и окружаем себя людьми которые вас каким-либо образом понимает вам настроение воодушевляют да люди которым которые радуются вашим успехом если у вас есть хотя бы один человек который может вас или или поддерживает вас все понимаете считаете что вы счастливый человек а если два-три которые скажут там мы тебя все равно поддерживаем получится у тебя ли не получится мы тебя поддержим мы тебя любим такой какой то есть если что мы тебе там поможем или просто я в тебя верю то есть по-разному да там к кому какие слова нужны и вы чувствуете что это не ложь а правда человек так думает а если это еще ваш муж жена да или родитель то есть человек который максимально сильное влияние на вас оказывает то все понимаете успех вам гарантирован этот самое важное я вам даже больше скажу вот вот то что я все перечислила вот эти все упражнения и те упражнения которые я даю видео по значит как поднять самооценку это все больше для тех людей к которым эту самооценку уже занятили до с детства и у которых сейчас в окружении мало вот этих людей которых будут поддерживать им придется вот таким самогипнозом потихоньку это в себе поднимать а есть другой способ более короткий но просто вопрос он как ну у кого-то случается у кого-то нет как только в вашей жизни появляется партнер ваш партнер до которого вы полюбили который вас полюбил и этот партнер вас поддерживает ваша самооценка моментально становится здоровой сразу с ней все в порядке вам сразу у вас куча энергии то ее вообще не было то что-то с вами было не то и всякая психосоматика все такое то вдруг куча энергии куча идей вы куда-то идете у вас там тут получилось там получилось все жизнь прям начинает новыми красками играть вот это конечно идеальный вариант но если пока вы так вы до такого такой человек вам не встретился то вот вот эти все вся работа с собой которая сейчас перечислила вам в помощь так все всего вам доброго желаю вам уверенности в себе